Ну что, дорогие мои, поехали. Меня зовут Валентин Войнов. Я сегодня красной нитью буду предлагать вам разного рода сотрудничество. Вот в той форме, в которой вы примете, на ту глубину, на которую вы будете готовы, с той скоростью, которая будет для вас комфортной. Но я немножко так провокационным образом назвал нашу с вами встречу «сотрудничать, запятая, нельзя конкурировать» или «сотрудничать нельзя, конкурировать». Вот как поступить, где поставить запятую, или в какой ситуации мы сотрудничаем, а в какой ситуации мы конкурируем. А может в какой-то ситуации мы с вами вместе сотрудничаем, чтобы с кем-то конкурировать. Ну что, давайте потихонечку разбираться. И я начну немножко с представления себя. Мне 51 год, всю свою жизнь я занимаюсь предпринимательством. Главный мой, наверное, опыт в том, что у меня было крупнейшее маркетинговое агентство за Уралом, и у меня фундаментальное стратегическое образование. Я учился в Кембридже, я учился в Англии, я учился в Мельбурне, в Австралии, я учился в Америке. И последние несколько лет так случилось, что моя целевая аудитория – это эксперты, специалисты в сфере wellness, ЗОЖ, все, кто каким-то образом работает со здоровьем человека. Вот это те, кто либо сам ищет себе клиентов, либо те, кто организует какие-то большие бизнесы и так или иначе работает в этой сфере. Я думаю, что сегодня моя встреча будет для вас максимально полезна. О чем сегодня будем говорить? Вообще, наверное, главный разговор и первый вопрос, который стоит задать – а зачем все? Ну, зачем вот сегодня мы готовы час времени инвестировать, ни слова тратить не нравится, инвестировать, чтобы что-то понять? А зачем я начал ту или иную деятельность? А зачем я освоил эту специальность? А зачем я открыл этот бизнес? Или зачем я посвятил пять лет своей жизни чему-то? Для меня делать бизнес – это не просто зарабатывать денег. Сегодня просто зарабатывать денег не работает. Сегодня у бизнеса должна быть какая-то социальная нагрузка, социальная ответственность. Эта вещь должна приносить тебе что-то вот сюда, в душу. Ты должен этим как-то гордиться. Поэтому, когда его лучше начинать, в чем фишка твоего предложения, о которой ты говоришь, какая бизнес-модель сегодня работает, а какая жилостарела, ну и немножко поговорим про то, как удовлетворить. Кто-то говорит боли, кто-то говорит мотивы, кто-то говорит потребности. Но я буду говорить так – как найти свое племя? Ну, то есть, когда… Я думаю, что каждый из вас, он так или иначе находится в семье. И ваша семья, ваша фамилия, ваш род – это ваше племя. Но если мы говорим про взаимодействие с рынком, если мы говорим про возможность зарабатывать, если мы хотим, чтобы наша стоимость часа с каждым годом становилась дороже, а так должно быть, потому что времени жизни у нас меньше, так должно быть, то нам нужно искать свое племя, для кого наше предложение, кому мы точно подходим, а кому, может быть, не подходим. Нельзя говорить, что мы подходим всем, но мы с вами об этом немножко разберемся. Что еще у нас сегодня в программе? Я вам сейчас покажу все меню, а вы можете выбрать из этого меню то, что вам подходит. Смотрите, если ваша деятельность как-то связана с темой получения дохода, с темой инвестиций во что-то, чтобы получить больше дохода, неважно, зарплата это или какие-то источники, задайте себе вопрос, какая гарантия, что твой бизнес, твое предложение, твоя деятельность, она будет нужна через пять лет? И не просто нужна, она будет успешна. Вы все прекрасно знаете, что количество денег у людей ограничено в кошельке, хоть это и растущий возможный сегмент, если это какой-то средний класс, который умеет зарабатывать, то с чем конкурирует ваше предложение? Может быть, вы забираете деньги с путешествия, или вы забираете деньги с холодильника, человек уже мог купить холодильник, окупил что-то у вас, или вы забираете деньги с каких-то маленьких удовольствий, которые, например, домохозяйство хочет себе организовать. О, слышно, отлично. Так вот, как найти место? Все-таки мы находимся вот этой, знаете, есть товаропроводящая цепочка, а есть пищевая цепочка. Ну, про пищевую цепочку, я думаю, вы знаете, если в этой сфере работаете. А вот в товаропроводящей цепочке мы кто? Мы клиент? Мы эксперт? Мы продавец? Мы тот, кто оказывает сервис? Мы дистрибьютор? Или мы осуществляем менеджмент всего этого? Мы управленец? Я думаю, что моя сегодняшняя встреча вам даст ряд идей, как вы можете изменить свое отношение к этому делу. Вы знаете, когда я проходил бизнес-мастерство у Дони Робинсона, мне очень понравилась его мысль. Слушай, а ты кто? Ты владелец бизнеса? Или ты оператор бизнеса? Потому что кажется так, что да, у тебя есть какое-то свое предприятие, большое, маленькое, я сейчас даже не говорю. Но ты находишься в оперативном управлении постоянно? Ты всю эту историю менеджеришь? Или ты им владеешь? Ну, чувствуете, да, разницу? То есть ты можешь владеть велосипедом или автомобилем, а можешь постоянно его чинить. Ты можешь управлять им или владеть, чтобы зарабатывать. Это разные отношения к предмету. Ну и, конечно, я же буду вам предлагать сотрудничество с нами. И я хочу, чтобы вы понимали наше сотрудничество не только на уровне выгоды и прибыли, а на уровне ценностей. И об этом будет мой финальный слайд. Ну и, конечно, если вам будет это интересно, я назову три шага, два, три шага, что делать. Итак, как мы выбираем? Вообще в маркетинге тема выбора – это одна из самых сложнейших вещей для человека. Люди не хотят тратить мозговую энергию на выбор. И поэтому, если ты правильно выстроил стратегию выстраивания взаимоотношений с потенциальными потребителями или с текущими потребителями, ты облегчаешь главную муку клиента – выбор. Так же, как вы сегодня. Сегодня кто смотрит меня, вы сегодня будете выбирать, слушать этого человека или не слушать. Слушать его внимательно или параллельно что-то делать. Слушать и пытаться как-то понять, чтобы использовать для себя какую-то выгоду. Ну, или отмахнуться, забыть и никаким образом не реагировать. Мы же с вами имеем всего лишь три стратегии по отношению к людям, да? Большинство людей мы игнорируем, с какими-то людьми мы конкурируем, а с кем-то мы дружим, ну, и до сотрудничества. Поэтому вы выберете сегодня игнорировать это предложение, прислушаться к нему или, может быть, как-то использовать для увеличения своей продуктивности. Неважно, связанная с темой здоровья или с темой бизнеса. Большинство людей, которые не владеют предметом, они выбирают эмоционально. Вот те самые спонтанные покупки. Ой, захотел, купил. А если мы выбираем в долгую, вот помните, я начинал с того, что я занимаюсь стратегированием. Вот я люблю в долгую, мне нравится смотреть в будущее, мне нравится видеть это будущее, мне нравится корректировать и прогнозировать его, мне нравится учить его. То вот чтобы увидеть это будущее, то эмоций недостаточно. Должно быть какое-то рациональное подтверждение. Ну, например, назови 10 пунктов, почему твой бизнес будет успешным. Или назови, почему он будет успешнее, чем у конкурентов. Да, более сложный вопрос. И это требует каких-то рациональных подтверждений, а не просто эмоций. Да, он будет успешным, потому что, не знаю почему, потому. То есть требуется разобраться. Поэтому я вам предлагаю сейчас, ну правда, открыться и задавать какие-то, может быть, вопросы, пытаясь разобраться в том, что я пытаюсь объяснить. Вот наши совместные попытки к чему-то могут привести. Еще один тезис перед затравкой. Я, поскольку первым образованием физик, я заканчивал физтех, я люблю какие-то вещи, которые, казалось бы, не подлежат расчету, все-таки каким-то образом вывести на методологичность и технологичность. Ну, например, как можно посчитать узнаваемость бренда? Как можно посчитать лояльность целевой аудитории? Как можно вычислить уровень доверия? Кто знает эти формулы? Я знаю. Конечно, сегодня я вам не расскажу, но поверьте мне, что сегодня благодаря и нейросетям, благодаря методикам, благодаря перекрещиванию разных специалитетов можно много что оцифровать. А раз ты можешь это посчитать, значит, ты можешь это улучшить. Поэтому я сторонник того, что это не волшебство какое-то, которое само по себе произошло и что-то реализовало, а что есть где-то какая-то методика, какая-то формула, какие-то расчеты. Поэтому это не волшебная таблетка, да, которая раз и делает тебя бессмертным. И это не волшебное знание, которое раз и делает твой бизнес конкурентоспособным. А это конкретно какой-то набор последовательных методик и технологий. Поэтому это не случайность какая-то, как вот волшебным порошком руфинжу посыпалось, как солдатиков, и они ожили. А это какая-то реальная вещь, которая работает. Поэтому можете по методологии задавать эти вопросы. Итак, этот слайд, он про бизнес-машины. Он про бизнес-модели. Про бизнес-модели. Есть, наверное, полярные бизнес-модели. Я делаю что-то, чтобы сорвать куш здесь и сейчас. Я не думаю о будущем. Или я делаю бизнес для того, чтобы его продать на пике как можно быстрее. Это одна бизнес-модель. А вторая бизнес-модель – это делать что-то, как я говорю, в стратегическом формате. Создавать тот самый пресловутый, пассивный, ну или, вернее, правильно говорить, остаточный доход, который, возможно, переживет тебя и достанется твоим наследникам. Вот я сторонник вторых вещей. Хотя первая тоже не очень... Я не думаю, что первая модель тоже плохая. Это имеет место быть. Главное, чтобы там не было обмана людей. Правда же? Главное, чтобы там не было обмана людей. А вот напишите, друзья мои, можете еще циферку 3, если вам нравится строить быстрые модели, сорвать куш, или вы все-таки за то, чтобы строить какой-то формат, который мог приносить тебе авторский гонорар. Это номер 4. 3. Куш сегодня. 4. Да, Лен, можно совместить самые быстрые деньги в продажах. Другое дело, чтобы это в продаже не должны быть на уровне впаривания, а эти продажи должны быть профессиональным отдаванием. Тогда да. Хорошо, все, четверочки в основном. Ну все, значит, я, скорее всего, я ваше племя, потому что я тоже такой же. Продолжаем. Итак, вот немножко про меня. Я уже про офис тех и про стратегирование сказал, про то, что у меня есть опыт управления с шестью бизнесами одновременно. Я вам показываю на слайде. У меня уже 34 года семейный стаж. И в компании «Еловик», которая как раз занимается темой, связанной с митохондриальным здоровьем, я об этом чуть-чуть позже расскажу. Я уже 14 лет самый высокооплачиваемый дистрибьютор. Ну, то есть, значит, у меня какое-то есть знание зарабатывать больше всех. Ну, и имеет смысл, наверное, меня послушать чуть более внимательно, чем всех остальных. Вот она история нашей компании. Здесь я чуть-чуть подробнее остановлюсь, потому что сегодня, как мы договаривали с организаторами и те, кто просил мне провести эту презентацию, сильно глубоко я в продукт нырять не буду, но идею создания продукта я хочу вам рассказать через историю. Через историю нашей компании. И история заключается в том, что мы всегда немного или даже бывает много опережали рынок, то есть, опережали спрос. Видя это будущее, мы создавали какие-то решения и нас не сразу рынок понимал. То есть, требовалось какое-то время. И вот я вам сейчас покажу, как у нас это было. Итак, компания открылась в 2010 году. Компания называется VILAVI. VILAVI – это аббревертура от латинского выражения VIVA LAVITA. Да здравствует жизнь. И тогда мы делали патенты и выпускали продукты для антиэйдж-рынка. То есть, в 2010 году, если вот вы отмотаете назад и вспомните, только-только начинались первые косметические бренды, которые начинали как-то писать о том, что у них есть какой-то антиэйдж-эффект. Но не было ни одной профессиональной компании, которая занималась бы антиэйдж-рынком глубоко. Так вот, мы были одной из первых компаний на российском рынке, которая как раз создавала антиэйдж-решение. И я сейчас говорю не про косметику. В 2016 году мы вдруг обнаружили сумасшедший тренд спрос на энергию. Знаете, как это было? Я вот недавно про этот случай вспоминал, рассказывал. Делая анализ растущих рынков, мы увидели, что самый растущий рынок в сегменте еды это были напитки, которые давали людям моментальную энергию. Ну, типа Adrenaline Rush, Red Bull, Burn и прочее. И это было повсеместно по всему миру. Я сейчас говорю не только про Россию. Причем, если ты приходишь еще в кито-азиатские страны, я думаю, вы увидели, да, когда можно в прикасовой зоне найти вот такие маленькие бутыльки, там 30-50 миллилитров с сумасшедшим составом, который делал у тебя трясучку. Что-то внутри тебя очень сильно поднимал, и ты становился энерджайзером таким. То есть такую новую батарейку втыкали вовнутрь. Или меня тогда поражало, мы тогда очень много путешествовали по Америке, и я когда брал автомобиль в аренду, и мы ездили между штатами, заезжали на заправку, тогда было странно видеть, что самый маленький кофе, кофе, который ты мог купить, по-моему, был 0,5. Большой это был литровый, а средний то ли 0,7, то ли 0,8. И я, приходя по привычке, заказывая, дайте мне средний кофе, мне наливали 0,7, и я понимал, что этот литр кофе, для них это привычно. И ведь правда, его пили не потому, что вкусно, а потому, что нужно было взбодриться. И мы поняли, что вот этот растущий рынок энергии, он ведь давал людям энергию, но забирал здоровье. И мы тогда создавали продукт, который бы давал людям энергию, но не разрушал бы организм человека. Вот мы такие, видите, были против вот этих плохих энерготоников с хорошим нашим предложением. В 2019 году мы заметили следующий тренд и создавали решение для биохакинга. Это тогда, когда не только ты мог поверить на слова, ты мог измерить результаты и тема, что человек может прожить 100, 120 или больше лет, измеряя свои чекапы, включая девайсы, включая различные методики, только начиная этим управлять. Вот мы тогда создавали решение по этому поводу. Кто видел нашего президента, у кого есть доступ, ну, наверное, таких немного, но есть такие люди к его WhatsApp, кто имеет личный контакт. Вы видели в WhatsApp, какая у него фотография? Он весь в девайсах. Ну, и эту фотографию он демонстрировал на дне рождения компании буквально неделю назад в Москве. То есть вот наш, наверное, главный биохакер в компании. Ну, в 2020 году, понятно, когда была пандемия, и мы очень здорово выросли, потому что те решения, которые предлагали мы, те протоколы, которые у нас появились, все, что касается иммунитета, и тогда пришло к нам очень много мамочек, очень много людей, очень много врачей, которые увидели то, как наши решения помогают справиться с этой задачей, которая сегодня до сих пор актуальна. Ну, и, наконец, в 2022 году мы смогли сформулировать свое новое позиционирование, свое новое отличие, и мы говорим о том, что компания Вилави самым экспертным образом на планете, не повысит этого слова, я докажу на следующем слайде, занимает нишу митохондриального здоровья. Логика очень простая. Я так рассказываю обычным людям и даже тем, кто владеет бизнесом в сфере wellness. Мы находимся в любом случае на рынке стереотипов. Люди будут покупать или не покупать у тебя в зависимости от того, как ты управляешь стереотипом в его голове. Помните, я говорил, кто-то говорит боли, кто-то говорит потребности, кто-то говорит мотивы. Я сейчас говорю про стереотипы человека. Так вот, стереотип человека 20 лет назад был такой, чтобы быть здоровым, нужно иметь здоровые органы. И поэтому нужно заниматься отдельно здоровым сердцем, отдельно здоровой печенью, отдельно здоровыми сосудами и так далее. Лет 15 назад что-то в мире случилось. В течение буквально 2-3 лет изменился дизаурус. Люди поняли, что органы состоят из клеток. И чтобы быть здоровым человеком, нужно заниматься не столько здоровыми органами, сколько заниматься здоровыми клетками. И появилось огромное количество решений, огромное количество предложений, огромное количество компаний, которые стали продавать что-то для клеточного здоровья. Как я часто говорю, возникло огромное количество инсинуаций, типа клеточное питание, клеточное дыхание, клеточная очистка, клеточное все. Если сегодня предложить конечному потребителю два продукта, две похожих баночки, по словам баночки даст поднимать слово «решение», вот эта баночка работает на уровне органа, а эта баночка работает на уровне клетки. Как вы думаете, большинство какую баночку выберет? Напишите, пожалуйста, пять, если выберет на уровне органа, шесть, если выберет на уровне клетки. Как вы считаете? Ну, конечно, шестерки, конечно, шестерки, да, спасибо большое, что вы со мной в интерактиве. То есть, смотрите, это стало стереотипом, это стало стереотипом буквально за два-три года, вот изменилось отношение людей, ну давайте так скажем, изменилось образование людей, появился интернет, люди стали читать, появились хорошие эксперты, появилась интегративная медицина и, соответственно, люди это осознали. Я сейчас говорю, конечно, не про всех, а про тех самых гибких инноваторов, которые разбираются в своем здоровье. клетки. Но давайте с вами порассуждаем, а от чего зависит здоровье клетки? И мы говорим, что здоровье клетки зависит от того, сколько в клетке энергии. Вот той самой энергии, про которую мы думали в шестнадцатом году, но мы не смогли тогда это сформулировать. А где энергия вырабатывается в митохондриях? Получается, что от чего зависит выработка энергии в митохондрии? А зависит от того, насколько эта митохондрия правильно работает, ну или насколько она здоровая. Есть такое понятие митохондриальный пул, насколько здоровый твой митохондриальный пул. И мы хотим вот это словосочетание митохондриальное здоровье с точки зрения восприятия рынком взять себе. Друзья мои, именно это наша главная идея, и как вы понимаете, сегодня этим никто не занимается экспертным образом. Как мы эту вещь доказываем? Смотрите. Тремя вещами. Вот они здесь на экране. Первое. Мы проводим медицинские профессиональные конференции про митохондриальное здоровье. У нас в активе этих конференций уже около 30, и я знаю, что впереди их запланировано там 15 или 20. Я буквально через пару недель с нашим главным код-лайнером Андреем Федоровичем Тарасевичем лечу в Европу. У нас там будет 4 конференции. 2 в Германии и 2 в Италии. Буквально вчера у нас прошла конференция в Казани очередная, где было, по-моему, 250 человек. То есть, если посмотреть, сколько врачей и специалистов прошли наши конференции, это уже какое-то количество, наверное, тысяч или даже десятка тысяч людей. Если посмотреть, сколько людей прошли наши обучающие программы, да, вот была на конференции, спасибо большое, да, это уже, наверное, сотни тысяч людей. То есть, ну, давайте так, знаете ли вы какую-то компанию еще, которая проводит специализированные конференции по митохондриальному здоровью? Кто хотя бы 10 провел? Они у нас проходят в разных странах. То есть, понимаете, раз мы эти конференции проводим в разных городах, в разных странах, на разных языках, правильно ли я могу сказать, что у нас лучшие знания по митохондриальному здоровью? Ведь на этих конференциях мы собираем контент, на этих конференциях мы собираем протоколы, на этих конференциях эксперты демонстрируют свои кейсы. Понимаете? Вот. И чем больше мы их проводим, тем больше отрыв от нас, от всех остальных. Это первое наше доказательство. Я говорил с президентом компании, я говорил с лидерами, которые конференции проводят. Что-то мне подсказывает, что в ближайший год-два этих конференций будет порядка 100 в году. И, конечно, мы с Андреем Федоровичем уже обсуждали, мы их разделим. У нас будут конференции прямо реально на медицинском языке, а будут конференции, куда могут приходить обычные люди. То есть это будут все-таки разные конференции. Разделим науку и разделим научпоп. Хорошо? Но это в будущем. Второе наше доказательство. Это наши функциональные митохондриальные продукты. То есть компания Велови специализированным образом выпускает продукты. Это пищевые продукты, не БАДы, не лекарства. И функция этих продуктов заключается в том, чтобы влиять с разных сторон на работу митохондрии, на здоровье митохондрии. Сегодня я про это подробно говорить не буду. Вы можете спросить у тех, кто вас позвал. Наверное, лучше всего даже посмотреть наш сайт, или посмотреть ролики наших экспертов, или прийти на презентацию по продуктам, которые проходят регулярно. Но сегодня вот мы здесь достаточно, что мы та компания, которая выпускает специализированные продукты, функциональные продукты для управления здоровьем митохондриального пола. У нас этих продуктов в активе несколько десятков. Знаете ли вы компанию, которая выпускает только митохондриальные продукты и все, больше никакие другие. Вот мы другими продуктами не занимаемся. Наш специалитет в этом. То есть, я думаю, что неизбежно. Уже сегодня есть компании, которые пытаются под нас мимикрировать. Они даже берут, знаете, с сайта наши материалы и копируют у себя. Они берут похожие баночки и наполняют их разбавленными составами. Но мы вообще про это не переживаем. Потому что, смотрите, большие компании это ширпотреб. И неизбежно появятся ширпотребовские подобные продукты. Только мы не ширпотреб, мы бутик. То есть, мы для тех, кто понимает. Мы для тех, кто готов для себя брать только лучше. Мы бутик не потому, что маленький. Мы бутик, потому что мы эксперты. А вы знаете, да, что эксперт, его решение эксперта всегда дороже, чем решение ширпотребов. Поэтому мы не ширпотреб. Вот на всякий случай, чтобы вы понимали отличия. Ну и когда кто-то говорит, там дорого, недорого, вопрос цены-качества. Тут главный момент. Что мы хотим получить? Если мы понимаем, что наши продукты улучшают здоровье митохондрий, значит улучшается здоровье всех. клеток, всех органов и систем и человека. И это происходит профессиональным образом. Потому что третье наше доказательство – это сообщество. Я бы даже сказал – сообщества. Потому что есть сообщество клиентов, а есть сообщество экспертов. Но есть еще сообщества таких, как я, которые помогают развивать дистрибуцию и эти знания по всему миру. И я считаю, вот если посмотреть, что для меня самое ценное в этом. Я скажу, для меня самое ценное – это сообщество. Потому что знания, они живут внутри людей. Не будет вовлеченных, заинтересованных экспертных людей, ни конференций не будет, ни продуктов нормальных не будет. А если есть это саморазвивающееся сообщество, значит конференций будет больше, экспертиза будет лучше, продукты будут качественнее, результаты будут эффективнее. Вот в этом наше доказательство. Вот, друзья мои, я, может быть, немножко переведу дух. Поставьте циферку 10, кому нравится то, что я говорю. Или, если есть какой-то вопрос по этому поводу, задайте его. А я перейду тогда к следующей части нашей презентации. Потому что мы уже с вами работаем почти 30 минут. И напишите, нормальный ли мой темп, не нужно ли его немножко снизить. Потому что я очень быстро думаю и поэтому быстро говорю. Может быть, мне чуть-чуть надо тональность и темп подобрать. Нормально, да? Все, 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 хорошо. Ну что, вот они наши варианты сотрудничества. Смотрите, несколько вариантов есть. Первое. Вы спокойно, без всяких затрат финансовых для себя, можете потреблять наш митохондриальный контент. Я вам гарантирую, что даже не покупая ничего у нас, правда, ни знания не покупая, ни продукта не покупая, ничего не покупая, но разобравшись в неких принципах, поняв, от чего зависит здоровье митохондрии, вы уже в домашних условиях можете, я вам гарантирую, можете повлиять реально на здоровье всего своего домохозяйства и своего рода. Это так будет работать. Поверьте мне. Второе. Вы можете использовать наш контент и использовать наши продукты для себя и для своих семей. Причем задача подобрать для себя ту программу, которая будет решать твои и накопленные проблемы, и в принципе решать свой вопрос, потому что мы в большей степени говорим не столько про лечение, сколько, конечно, про модификацию образа жизни, вот то, что написано в третьем пункте. То есть благодаря знаниям ты меняешь критерии выбора. Благодаря изменению критерий выбора ты перестаешь что-то покупать плохое и мусорное, начинаешь что-то покупать хорошее и нужное и полезное. Благодаря тому, как ты можешь регулировать, например, свои циркадные ритмы, ты можешь регулировать свой сон даже без всяких продуктов. Благодаря пониманию, какие подходят под тебя упражнения, какие не подходят, ты можешь регулировать свои физические нагрузки. Благодаря этим вещам, понимая, как работают психоэмоциональные вопросы, ты можешь регулировать свое что? Отношение к тому, что сегодня происходит, и работать со своей психикой, психоэмоциональными вопросами. Это не 4 аспекта, на которые ты можешь влиять. И ты можешь выбрать, ага, мне нужна программа для снижения веса. Окей, подберем. Ты можешь выбрать программу для когнитивных функций. Подберем. Ты можешь выбрать программу, которая будет решать твой вопрос, например, вы не можете забеременеть. У нас это есть. Или это программа, связанная с профилактикой онкологии. Или это проблема, связанная с вопросом детским каким-то. Ребят, у нас эксперты в совершенно разных областях. И у нас есть эти программы, которые как раз мы рассказываем на конференциях про МИТа. Вы можете под себя подобрать. Я, конечно, рекомендовал бы начать с митохондриальной базы. Это 4 продукта. Тоже попросите, вам видео по этому поводу вы пришли. А уже проведя неделю, месяц, два, три на МИТа базе, подбирайте под себя нужную программу с каким-то углубленным эффектом. Это вторая возможность сотрудничества. Причем, конечно, вы можете покупать там со скидками, с кэшбэками, со всеми преимуществами лояльных VIP долгосрочных клиентов. Чем дольше вы с нами сотрудничаете, тем больше у вас возможностей для того, чтобы получать какие-то преференции для себя. Третья возможность. Представьте, что вы разобрались в митохондриальных алгоритмах, как я разобрался в какой-то момент в маркетинговых алгоритмах. Вот представьте, что вы разобрались. Не надо для этого быть профессором или 6 лет учиться в медуниверситете. Смотрите, если вы разобрались, вы можете этому научить. Хоть свою семью, своих детей или родителей, хоть своих друзей, подруг или людей в социальных медиа. То есть, если вы будете помогать людям настроить или перестроить или поменять привычки, отношения их к здоровью, и кто-то из них, пусть не все, но кто-то из них, будут покупать продукты наши митохондриальные, вам за это будет денежка. Приведу пример бизнес-модели. Смотрите, представьте домохозяйство, которое тратит, например, 100 тысяч рублей на продукт. Вот он ходит в пятерочку, в перекресток или во вкус еды. И они покупают что-то для того, чтобы кушать. Так вот, когда вы им рассказали про митохондриальное здоровье, они поймут, что в этих магазинах нет полипринолов, нет экзокетонов, нет МСТ масла, нет нормального протеина и так далее. И получается, эта семья может 600 долларов тратить, как привыкла, а, например, 400 долларов тратить где? Покупая митохондриальные продукты. У нас, у производителя. Вы за то, что объяснили, научили, будете получать пожизненную ренту за эти покупки. Да, да. Ну, не буду сейчас про это говорить. Я думаю, вы понимаете, к чему все это идет, и что будет дальше через 2-3 и 5 лет. То есть, фишка в том, вы не впарили баночки, вы не продали им там какой-то набор, вы объяснили. Вы смогли поменять их что? Пищевые привычки. И улучшить таким образом их жизнь, их здоровье и здоровье всего рода. И они будут покупать, получая скидки, а вы будете за это получать, пока они покупают пожизненную ренту. Ну и четвертый вариант – это дистрибуция. Это не просто работать с конечными клиентами, а заниматься интеграцией наших знаний, наших знаниевых протоколов, наших бизнес-моделей в любые другие модели. Не важно, ты делаешь это в социальных сетях, ты делаешь это на маркетплейсах, ты делаешь это при помощи нейросетей, ты делаешь это через конференции Промита, ты делаешь это face-to-face, от сердца к сердцу, heart-to-heart, там глаза в глаза, или ты делаешь это в онлайне, или ты делаешь это через юридические лица. Не важно. То есть, занимаясь развитием дистрибуции, развитие этой идеи, ты будешь зарабатывать не только с личных усилий, а ты будешь зарабатывать, ну давайте говорить, оптовый бонус. Ну вот представьте ситуацию. Вы блогер, у вас там, не знаю, 500 тысяч подписчиков, и тысячи людей покупают у вас продукт. Эти тысячи людей правда могут кому-то еще рассказать, а те еще кому-то. То есть, возникает какая-то такая многоуроневая система покупок. Так вот, со всей этих уровней вы зарабатываете 10%. Или другая история. Вы не блогер, но вы поняли, как эта вещь работает. И, например, объяснили в каком-то санатории или в какой-то клинике, что вот есть такие ребята, которые эксперты в митохондриальном здоровье. Мне сказали, о, круто, мы хотим научиться этому митохондриальному подходу. О, круто, мы хотим прийти и выставить свой кейс на вашей конференции. Мы говорим, конечно, приходите. И приходит эта клиника, а у этой клиники 10 тысяч клиентов. Понимаете? И эта клиника этим клиентам предлагает наши решения. А потом эта клиника рассказывает другим клиникам на медицинских конференциях. И возникает товарооборот. И со всего этого товарооборота вы зарабатываете свои там порядка 10%. Вот такие, друзья мои, варианты сотрудничества. Есть еще варианты сотрудничества. Меня просили об этом тоже упомянуть. Поскольку мы интернет-компания, мы не открываем везде офисы, мы не хотим платить за аренду, мы не хотим платить за зарплату, мы не хотим платить за эти стены. Мы лучше эти деньги вам отдать в качестве стимуляции и не будем сокращать качество продукта. Поэтому вы можете в своем городе, в своей стране открыть пункт выдачи нашего продукта. Но сегодня же можно открывать пункты выдачи «Валберест» или «Озон». Ну вот такая же франшиза есть и у нас. Только там, где вы будете выдавать наши продукты. Вы не вступаете в товарно-денежные отношения. Вы просто выдаёте наши продукты тем людям, которые оплатили в компанию. И за это будете получать до 11%. Такое тоже возможно. Ну и еще, наверное, про то, что мне нужно рассказать. Это наш экспериментальный формат. Мы решили, что мы возьмем несколько размерных клиник, несколько юридических лиц в разных странах и в разных городах. И мы на базе этих организаций сделаем центры митохондриальной медицины. Ну или центры митохондриального здоровья. То есть мы насытим эту компанию самой лучшей, самой передовой экспертизой по митоздоровью. Это будет отвечать за это наш эксперт Андрей Пёдорович Тарасевич. И с другой стороны, мы насытим эти бизнесы той бизнес-моделью, про которую говорю я. Чтобы зарабатывали клиники, санатории, спортивные центры или косметические салоны, неважно кто. Не в момент, когда в их торговой точке находится пациент. А в момент, когда, например, мама кормит ребенка перед школой. Вот когда это произойдет, тогда, соответственно, совсем другая будет бизнес-модель. Правда же? И, конечно же, на этих центрах митохондриальной медицины мы потом будем образовывать другие медицинские сообщества, или биохакеры, или конечных потребителей, которые будут готовы в этом разобраться. Вот в 2024 году у нас такой экспериментальный будет пул. Мы получили больше 20 заявок по этому поводу. Мы должны будем с Андреем Фёдоровичем отобрать десяток или меньше таких организаций. В течение 2024 года мы упакуем это во франшизу. Ну, а в 2025 году мы это запустим уже в такой массовый вариант. Все, кто захочет зарабатывать на пользе людям на вот этих протоколах. Вот. Ребята, можно к вам тоже еще вопрос? Что бы вы поставили для себя? Давайте так. Что бы вам было интересно? Можете написать несколько цифр. Первое – потреблять мито-контент. Второе – использовать продукты для себя. Третье – заниматься сервисом и образовывать людей образа жизни. Четвертое – дистрибуция. Пятое – это открытие пунктов выдачи наших продуктов. Или шестое – центры метахондрального здоровья. Ого! А все интересно. Четвертое – пятое. Шестое. Четвертое – пятое. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Угу. Ну, круто. 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 Видите, это наше меню, это наши возможности. Можно взять все, можно взять чуть-чуть. То есть, каждый выбирает сам. И, как вы понимаете, здесь нам от вас ничего не нужно. Нам не нужны деньги, нам не нужны ваши площади. Мы открыты и готовы сотрудничать. Проверяйте любое наше слово. Проверяйте наши продукты. Проверяйте наши знания. Проверяйте, как мы держим слово. Проверяйте, как мы платим деньги. Проверяйте качество наших продуктов. Убеждайтесь, что это так. И мы с вами можем сотрудничать, начиная хоть с чего. Ну, а если вы позволите, я продолжу. Предлагаю посчитать рынок, чтобы до конца увидеть, как работает эта модель и несколько цифр для вас. Итак, представьте, что вы решили, что вы готовы организовать клиентский сервис. И зарабатывать на этом наставничестве. Вот она модель. Если вы уже работаете с пациентами или вы собираетесь, например, получить специальность нутрициолога. Ну, или, может быть, вы массажирист, кинезиолог. Ну, кто-то такой. Или вы думаете об этом. Вот смотрите, если у вас 10 клиентов в месяц, 1 клиент в 3 дня. Ваш доход 30 тысяч. Почему? Потому что как раз базовая программа стоит порядка 10 тысяч. С каждой базовой программы вам начисляется кэшбэк порядка 3 тысяч. Вот они получаются 30 тысяч. Самое главное здесь, это второй пункт. Что это должны быть не просто разовые продажи. Чтобы вы не искали каждый месяц новых клиентов. Каждый месяц новых 10. А что это клиенты, которые должны вставать что? На постоянку. То есть они не просто купили баночки. Они не просто купили программу. Внимание. Они купили подписку. Они купили подписку на митохондриальное здоровье. Вот здесь придется потрудиться. Рассказать об этом. Поэтому в данном контексте. 10 клиентов в месяц. 12 месяцев. 120 клиентов. По моим оценкам. Вот по крайней мере то, что мы прогнозируем с клиниками. 80 процентов это те, кто будет на постоянку. 80 процентов. То есть это примерно вот 96 клиентов. Если вы работаете самостоятельно. Таким образом через год накопительным эффектом. Ваш доход 288 тысяч. Но это еще не все. Дело в том, что помимо кэшбэков. Компания вас будет благодарить дополнительными бонусами. Ну как благодарить. Давайте по-честному. Стимулировать. Чтобы вы действительно дошли до этой цифры. При такой конструкции. Вам дополнительно будет еще доплачиваться. Порядка 100 тысяч оптовых бонусов. Даже если занимаетесь розницей. И еще благодаря. Тому, что если вы продержите такой товарооборот. Несколько месяцев. Вам компания еще выдаст автомобиль. Нормально? Предложение. Ребят. Где-нибудь есть такое предложение еще. Щедрое. То есть. Работаете с клиентом. Даете людям пользу. Люди дают вам кейсы. На этих кейсах создается новый трафик. У вас набирается количество людей. 10 клиентов в месяц. Насколько это тяжело найти 10 клиентов в месяц. Насколько это тяжело. Насколько это вообще возможно. Но главное, что этих клиентов образовать. Чтобы это дошло до подписки. Может кто-то из этих клиентов захотеть так же, как вы, зарабатывать на этом. Конечно. Но об этом поговорим в другой раз. Следующую модель смотрим. Представьте, что вы более амбициозный человек. И вы говорите, я хочу не только зарабатывать с личных клиентов. Я хочу город освоить. Давайте возьмем какой-нибудь город-миллионник. Напишите циферку 1, кто живет в городе-миллионник. Есть ли здесь такие люди? Цифру 1, кто живет в городе-миллионник. Напишите 0,5, если у вас 500 тысяч. Или 0,1, если 100 тысяч. О, много миллионников. Смотрите. Нормально. 0,5, да. Ага. Ну вот, нормально. Смотрите. Я беру самые скромные оценки. Почему я брал миллионник? Потому что в городах-миллионниках людей с мозгами созревшими, чтобы заниматься превенцией и управлять своим здоровьем, не когда ты заболел, а до момента, пока ты заболел. Их больше. По разным оценкам, их может быть 30, а то и больше процентов. Но я беру 10 процентов. То есть 100 тысяч человек. 100 тысяч человек. Это готовый рынок. 100 тысяч человек. И мы говорим про то, что средний чет, это митохондриальная база. Ну, даже это минимальный, да, наверное, чем. 10 тысяч рублей он стоит. Если он покупает по полной цене. Таким образом, перемножаем две этих вещи. Получается товарооборот. Миллиард, ребят. Миллиард. Не знаю, всем ли помещается эта цифра в голову. Ну, прошу прощения, если это слишком много. Ну, просто реально так много денег, что я даже скромничаю, когда пишу эти расчеты. Смотрите, как деньги распределяются. Вот понятно, что в этом городе, где будет 100 тысяч человек, не ты один. Не ты один. То есть, это есть какое-то количество людей, которые работают с продуктом, оказывая сервис людям. Помогая им, образовывая, отвечая на вопросы, проводя какие-то клубы, ну и так далее. Но если ты это организовал, то есть ты начал движуху в этом городе именно с точки зрения дистрибуции, а не личных усилий, то тогда 500 миллионов, то есть половина, это уйдет на мотивацию как раз тех, кто занимается этим сервисом. А тебе за то, что ты это организовал, компания заплатит 10%. Вот эти самые 100 миллионов за организацию сбыт. Но если ты такой будешь не один, у вас таких будет 10, например, ну, значит, 100 миллионов разделите на десятерых. В общем, есть что поделить. Ребят, не устали от меня? Не слишком ли много цифр? Готовы еще потерпеть? Сколько у нас времени? Сейчас посмотрю. 15 минут. Я думаю, что мы закончим. Потому что у меня просто следующая встреча будет. Будет ли запись? Я надеюсь, что будет. Продолжаем. Итак, смотрите. Представьте, что... Вот сейчас я буду говорить, и я могу говорить от вашего имени, потому что здесь были люди, кто ставили двоечку, что вы тоже занимаетесь этой деятельностью, как и я. Смотрите, если клиент, вы клиент или у вас клиент, и он решил сделать выбор, буду клиентом, что мы ему гарантируем? Мы ему гарантируем результат и гарантируем ему наставничество в модификации его образа жизни. То есть мы скорректируем его образ жизни на более правильный. Ну и, конечно, мы ему дадим доступ к Академии сверхчеловека, но когда он уже будет готов воспринимать это, ну и следовать тем инструкциям, не только которые мы даем базовые, но и те, которые дают Андрей Федорович Старосеевич. То есть ничего не теряет клиент, у него есть гарантируемый результат. Вопрос только амплитуды результата и скорости результата. Я вам скажу даже больше. Наверное, в 80-90% случаев при долгосрочном использовании наших программ человек получает результатов сильно больше, чем ожидал. Но только при долгосрочном использовании продукта. Вот напишите циферку 11. Ребята, если у вас есть клиенты или вы сами получили результат сильно больше, чем ожидали, когда вам это впервые рассказали. Вот она, смотрите, доказательная база, ребят. Если вы здесь новичок и вы видите человека, который вас пригласил, пожалуйста, можете обратиться к нему, он вам эти кейсы расскажет. Все по-честному. Дальше. Если вы говорите так, я хочу стать специалистом и зарабатывать на конечном сервисе. Мы такое придумали название. Вы консультант, митохондриолог. Вот есть нутрицолог, а есть митохондриолог. Ну, правда, это пока еще этого термина нет в реестре специальности. Ну, я думаю, что то подобное совершенно скоро появится. Это пока наше внутреннее название. Что мы вам гарантируем? Смотрите, мы вам точно даем знания, которые вы можете демонстрировать хоть через социальные сети, хоть на конференциях, хоть где, что ваш уровень митохондриальный. Вы знаете, у нас был опыт. Мы даже давали диплом государственного образца медицинским работникам, а тех, кто прошел у нас образовательные курсы, их уровень мы подняли до митохондриального. Если нужно, мы и это тоже сделаем. То есть ваша экспертиза будет более глубокая, чем клеточная. Второе. У вас будут готовые протоколы, либо те, которые уже отгружены на конференциях, вы можете просто по ним использовать те, на которые наши эксперты поставили сертифайл. Либо, возможно, если у вас очень гибкий ум и есть на то образование и есть место, может быть, мы создадим новый протокол, протокол имени вас, вашего специалитета. Например, у нас сегодня очень много приходит, такой, знаете, прямо эшелон, такой слой приходит косметолог. Но по косметологии я еще нормальных протоколов не видел. Ну, в смысле, как те, которые у нас разошлись с большим тиражом. Есть экспериментальные, но большим тиражом нет. О, вот я косметолог. Вот, может быть, у вас появится косметический протокол имени вас? Будем ждать. Welcome на нашей конференции. Расскажите об этом. Дальше. У вас появится несколько систем. Здесь я не прости пишу, чтобы не запутать вас, но у вас будут специальные системы, как вести конечных клиентов, конечных консюмеров, конечных пациентов. Система введения их. Понятно, что это будет через чаты, боты, всевозможные сервисы. Это будет через нейросети. Кстати, кто не знает, с первого числа мы начинаем обучение по нейросетям. Ребят, вы понимаете, что это тренд. Тот, кто первый его оседлает, у того будет больше возможностей преуспеть в этом бизнесе, пока другие тупят и сомневаются. Поэтому, если вы еще не вошли в чат по нейросетям, а я еще планирую сделать челлендж по нейросетям, спросите у тех, кто вас пригласил, как туда попасть, вам расскажут. Дальше. У вас будет система учета и управления клиентами. То есть на каком этапе взаимоотношений находится клиент, что ему нужно сказать, в какой момент, какую ссылку отправить, какой текст отправить, какое видео дать посмотреть, какой вопрос задать. Для того, чтобы его уровень образованности вышел, а значит вовлечение в недохондриальную тему выросло. А значит он стал что еще более лояльным потребителем наших продуктов, и может быть даже об этом кому-то рассказал. Конечно, у вас есть мотивационная программа. До 50% вы зарабатываете с товара оборот. На миллион продали 500 тысяч ваших. Понимаете? Там есть разные нюансы, разные хитрости. Тоже сегодня нет возможности про это рассказывать, потому что вы можете зарабатывать 20%, можете 30%, а можете 50%. Естественно, лучше зарабатывать больше. Спрашиваете у своих наставников, кто вас привел, как это сделать, вам расскажут. Конечно, вы имеете доступ. Помните, я сказал, если мы агрегируем лучшие знания по метахондральному здоровью, я вам скажу, вы все знания усвоить не сможете. Ну все. То есть если еще год назад, когда мы конференции, даже года два назад, мы проводили конференции одну в месяц, еще как-то можно было их переработать. А когда у нас будет 100 в год, невозможно. 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 Но у вас будут эти знания. И вы сможете подобрать тот пул знаний, который нужен вам для вашей деятельности, согласно вашей экспертизе, согласно вашей направленности, ну или вашему интересу. Этот доступ будет. Мы скоро там наладим и систему поиска, и систему подбора, и систему упаковки этого контента. Сегодня это работает, но будем делать только лучше, потому что знаний все становится больше. Ну и конечно, если вы тот, который сделали протокол, или вы сделали кейс какие-то интересные, если у вас есть чем поделиться, может у вас есть идеи новых продуктов для митохондриального здоровья. Причем под новыми продуктами я подразумеваю не только баночки, я подразумеваю еще знания. Мы вам дадим возможность выступить на нашей конференции. Мне кажется, это охрененная возможность для специалистов, которые в этой области готовы развиваться и с нами сотрудничать. И нам от вас ничего не надо. Мы не будем гонорары брать у вас за выступление. Мы не будем заставлять вас сделать продажи. Обязательно должен сделать продажи на 100 тысяч. Да ну нет у нас такого. Понимаете, о чем я говорю? Я надеюсь, вы чувствуете меня. Если вы решите стать партнером по продвижению и масштабированию, то есть помимо того, что я перечислил, понятно, что все, что я выше перечислил, это у вас автоматически, правда же? Этого никто у вас не заберет. Потому что, конечно, у меня тоже есть клиенты. У меня тоже есть люди, которым я продал программы, и я им помогаю в этом всем разобраться. Но помимо этого всего, смотрите, вы получите 10% с общих продаж, даже тех, которые вы их знать не будете. Система все будет учитывать. Кто кому рассказал, кто кому какую реферальную ссылку послал. То есть все вы будете видеть в личном кабинете. При определенных условиях, как только ваши продажи выйдут суммарно, суммарно на 5 миллионов рублей в месяц, у вас будет люксовое путешествие от компании. Как только суммарные продажи выйдут на полтора миллиона рублей в месяц, у вас будет премиальный автомобиль. Если вы скажете, я хочу тоже быть организатором мито-конференции, мы вам покажем регламент, как эти конференции делать, мы вам покажем цели, какие мы там достигаем. И если вы будете согласны с этим регламентом, мы будем финансировать ваши продвижения. Как вам? Мы платим за конференции, не эксперты. Мы платим. Компания платит. Конечно, если у вас есть бизнес, если у вас есть какое-то юрлицо, если у вас есть ИП, не важно что, мы вам поможем в настройке бизнес-модели. То есть как сделать так, чтобы вы зарабатывали, напомню, не когда человек только в вашем кабинете, а когда люди дома кушают. Потому что они могут кушать мусор и всякую дрянь, а могут кушать что-то, что улучшит их митохондриальное здоровье. Правда же? Мы это настроим. Ну и, наверное, главное здесь. Ребята, мы вам подарим наше митохондриальное позиционирование. При сотрудничестве с нами вы автоматически становитесь экспертом в митохондриальном здоровье. Экспертом в митохондриальном здоровье. То есть компания, продукты, конференции про МИТа, МИТа-сообщество будет поддерживать ваши митохондриальные экспертизы. Если у вас клиника, будет говорить, мы там такая-то митохондриальная клиника. Докажите своими решениями, докажите своими кейсами, докажите своими выступлениями и мы тоже вас поддержим. Так, вопрос. Что значит настройка бизнес-модели? Давайте я вроде бы только что рассказал, еще раз повторю. То есть я вам помогу собрать и разобрать бизнес-модель. В какой момент... То есть смотрите, есть три источника заработка. Количество клиентов, маржа с одного клиента и количество повторных покупок. Вот на эти три вещи вы каким-то образом настраиваете свой маркетинг. Мы вам поможем все эти три вещи настроить. Выбрать самую лучшую целевую аудиторию, самую маржуральную, самую благодарную целевую аудиторию. Помните слово? Ваше племя найти. Потому что с 80% клиентов зарабатывает 20% денег. Это одноразовая продажа. Вы друг друга не били мест, не понимаете. Вот мы вам поможем настроить всю эту модель. И маркетинг, и стратегию, и целевую аудиторию, и позиционирование, и уникальное торговое предложение. Если хотите в этом разобраться, приходите на флешпоинт. Это, знаете, это трехдневный формат. У нас там нет, у нас есть даже такой девиз, нет сну, еде и шоппингу. То есть мы встречаемся в каких-то хороших местах, но мы занимаемся как раз прокачкой бизнес-моделей. У нас ближайший будет в Питере, но там, по-моему, мест уже нет. А следующий будет в Казахстане летом. Приезжайте, сделайте за три дня это. Еще какой-то вопрос есть. Хотел спросить протоколы, где посмотреть. Да-да-да, пока это у нас вот в таком виде, что можете посмотреть в общем доступе на сайте proteremita.ru. Вот. Да, скоро сделаем поиск. Мест в Питере нет. Да, мест в Питере нет. Так, все, пять минут, ребят, ускоряемся. Едем дальше. Что нужно делать? Очень просто. Если у вас еще нет личного кабинета, зарегистрируйтесь в личный кабинет, протыкаете все продукты. Посмотрите раздел наука. Посмотрите все, что вам нужно, как это работает. Выберите статус входа. Если вы собираетесь быть клиентом, выбирайте любой статус входа. Если собираетесь стать партнером, выбирайте бизнес статус входа. Он просто выгоднее. И начинайте пользоваться системой. У нас есть 12 систем. Начинайте изучать все с первой. Все, три шага. Все эти вещи вам расскажет тот, кто вас пригласил на эту встречу. Вот. Про это я уже рассказывать не буду. Единственное скажу вот про эту вещь. Смотрите. Мы немножко эволюционируем. Если раньше клиники занимались лечением, потом клиники занимались превенцией, потом они перешли в режим профилактики. А я предлагаю нечто другое. А может мы будем образовывать по здоровью? Образовывать. И наставлять по модификации образа жизни. Напишите циферку 12, если вы понимаете разницу между вот этим и вот этим. Вот что мы делаем. Это следующий уровень подхода. Я вообще удивлен, что вы это понимаете. Потому что, мне кажется, большинство не врубается в это. Мне нужно рассказать раз о цели, пока это реально дойдет. Пока это реально дойдет. Ну и смысл MLM это мультилевел бентеринг. Многоуровневое наставничество. Что мы приумножаемся не за счет того, что впариваем людям ненужное что. Мы приумножаемся за счет того, что образовали кого-то. Наставили на путь истинный. Поэтому сначала осознание себя. Сначала осознание того, что мы делаем. А потом образование других. Так это будет работать. Ну и в итоге, что я хотел вам предложить, друзья мои. Мы вам предлагаем. Все это будет конвертироваться в финансовую безопасность. В свободу. В новый уровень жизни. То есть те из вас, кто готов вылупиться в новый уровень жизни. Вот мы будем этому способствовать. Потому что все мы хотим какой-то наполненной жизнью и счастья. Мы хотим меньше работать. Больше жить. Мы хотим, чтобы мы не беспокоились за то, будут ли у нас деньги. Мы хотим быть свободными. Выбирать в какой момент. Куда полететь. Что купить. Что дать детям. Как благодарить родителей. Вот я про это. Это все у нас есть. И в этом квадрате, это я его придумал. Я предлагаю перейти от того, что мы тратим время или деньги. В том, что мы работаем на кого-то или с кем-то. Что мы нанимаем или нас нанимают. В том, что мы инвестируем. Но инвестируем мы не в золото или в доллары, а в людей. Вот я сегодня нахожусь сейчас с вами. Я не знаю, какое будет ваше решение. Я не знаю, захотите вы потреблять продукты, потреблять знания. Заниматься оказанием сервиса людям. Перестроить дистрибуцию со мной. Или, может быть, вы захотите открыть со мной Центр Метаконтральной Медицины. Я не знаю. Но этот час я в вас инвестировал. А вы в меня. Я вам за это очень благодарен. И мне кажется, что если мы будем так относиться трепетно к нашему времени и к нашим возможностям, у нас с вами все получится. А если кому-то из вас страшно, ничего страшного. Страх – это какая-то штучка внутри, которая тормозит нас, защищая от чего-то нового. Я предложил бы вам верить. Я верю в этот бизнес. Я верю в этот продукт. Но я не слепо верю в том, что я знаю. Я разобрался. Если я первый человек, я понимаю. Если со мной хотят общаться много докторов и Тарасевич, значит, я понимаю. Поэтому вера направлена. И я вам предлагаю сегодня, кто еще сомневается, кто еще не готов. Вы можете, конечно, взять веру на прокат. Я предлагаю разобраться. Задать все вопросы. Снять все возражения. И начать с нами совместный путь. Потому что нас не просто ждет удача. У нас ждет, вот вы сами понимаете, везение. Везет тот, кто везет. Смотрите, удача будет у нас тогда, когда у нас будет целенаправленное действие огромного количества людей, объединенных одними ценностями, одной культурой, одной идеей. И чем у нас будет больше, чем мы будем мощнее, чем мы будем звучнее, чем мы будем заметнее, тем у нас больше будет удачи. И удача – это не продукт тебя одного. Удача – это продукт нашего комьюнити. Вот это нас с вами ждет. А это мои ценности, которые я обещал показать в самом конце. Я правда ценю здоровье больше, чем успех. Потому что все деньги с собой туда не унесешь. Я правда ценю любовь больше, чем контроль. И я хочу вам признаться в этой любви. Я не хочу вас контролировать, заставлять вас что-то делать. У меня такие в семье отношения. Помните, 34 года мой стаж. И те, с кем мы сотрудничаем, я также к вам изначально с этим пиететом отношусь. Это мои ценности. Ну и главное, наверное, в том бизнесе, который мы делаем, мы не просто торгуем какой-то пилюлей для счастья. Это не просто митохондриальное здоровье. А я горжусь тем, что мы делаем. Потому что мы это делаем первые. Мы это делаем с большой любовью. Мы это делаем благодаря вашей отдаче, вашей обратной связи. Это не может... То есть ты не можешь просто зарабатывать, помните, как я говорил, без всякой социальной нагрузки. У меня есть эта социальная ответственность, социальная нагрузка. Поэтому я этим очень сильно горжусь. Спасибо вам за внимание. Буду благодарен обратной связи, которую вы напишите в чатах. Если вы захотите с нами делать бизнес, я буду рад вас видеть на нашей конференции. Пока-пока.